Добрый день, уважаемые слушатели. Тема сегодняшнего вебинара «Управление взаимоотношениями с клиентами. Оптимизация бизнес-процессов. Обзор функциональных механизмов конфигурации и управления нашей фирмой». Вести данный вебинар буду я, консультант-аналитик Масякина Инна. Ну что ж, давайте приступим к обзору. Данный блок в конфигурации ONF развит очень сильно и может составить конфигурацию даже самым крупным конфигурациям, более обширным, таким как ERP или комплексная автоматизация. Пройдемся по программе нашего вебинара. Начнем с первичного контакта с потенциальным клиентом, варианты фиксации этого первичного контакта и, соответственно, дальнейшей судьбы нашего будущего клиента. Календарное планирование событий, которое будет полезно как менеджерам, так и руководителям подразделения для контроля. Оформление сделки, варианты этого оформления. Каналы продаж. Рассмотрим, из каких источников могут приходить наши клиенты и как они могут с нами связываться. Планирование продаж. После, соответственно, привлечения и оформления клиента в нашу систему у менеджеров возникает потребность планирования, а у руководителей контроля над менеджерами. Это тоже очень полезный блок, и он тут развит не сильно много, но этого достаточно для какого-то небольшого планирования. Отслеживание взаимодействия активности. Вот последний пункт – это, наверное, самое важное для руководителей подразделений, для владельцев бизнеса. Если первые пять пунктов будут интересны скорее менеджерам или руководителям среднего звена, то последний пункт как раз-таки – это вишенка на торте, наши с вами итоги, какие-то мелкие или уже фактические итоги по месяцу или по каким-то периодам. Первичный контакт с потенциальным клиентом. В управлении нашей фирмы в блоке CRM имеется такой справочник, который называется «Лиды». Это наши с вами потенциальные клиенты, привлеченные посредством звонков, событий, встреч. Плюсы этого справочника в том, что он хранит учетные данные на вероятных наших клиентов, но в итоге список контрагентов будут подтянуты только проверенные партнеры. То есть в случае, если нам позвонил клиент, мы его обработали, и вдруг произошла такая ситуация, что он выбрал другую компанию, или у нас не сосуществились какие-то интересы, мы из этого справочника можем контрагента поставить статус контрагента как необработанный лид. То есть плохой лид, который в принципе исчезнет из списка лидов и не перейдет в никакие контакты. Какие плюсы? Плюсы в том, что лиды не работают с остальными приложениями и не загромождают текущую базу. Это тоже очень важно. Давайте посмотрим, как это выглядит в демо-базе. Вот этот справочник лиды. Давайте его откроем. У нас есть два варианта просмотра этого справочника. Первый – это список. Выглядит как стандартный справочник конфигурации. А второй – это более визуально красивое, такое интерактивное поле, с которым можно работать. Работать можно в прямом смысле. То есть не проваливаясь в самого лида, мы можем управлять его судьбой. То есть вот, допустим, представим ситуацию, что нам на горячую линию обратился какой-либо потенциальный клиент. Менеджер его зафиксировал, поставил статус необработан. Далее, после этого поставил задачу другому менеджеру, чтобы тот связался с клиентом и узнал у него подробности. Он берет и просто перетаскивает из одной колоночки в другую. То есть представляете, какая экономия времени? То есть одним нажатием кнопки мы переводим статус. Не нужно никуда проваливаться, не нужно делать никаких лишних действий. Это очень сильно упрощает жизнь менеджера. Что мы можем сделать еще из этого поля? Мы можем в случае, если наш потенциальный клиент прошел все стадии статусов, то есть мы его обработали, отправили коммерческое предложение, назначили встречу, и по итогам встречи наши взгляды сошлись, и клиент захотел сделать заказ, начать проект или любое другое действие. Мы нажимаем кнопочкой правой, и у нас высвечивается список, из которого мы, соответственно, можем выбрать дальнейшую судьбу нашего покупателя. Мы можем сделать его некачественным видом. В случае, если встреча пошла у нас неудачно, неуспешно, и тогда он, в принципе, пропадет из этого справочника, и мы его не увидим. Соответственно, это не загромождает систему. У нас нет в списке лишних клиентов, с которыми мы больше не планируем работать. Это очень-очень удобно. Еще есть вариант перевести его в покупателя. Очень удобный интерфейс в данном поле, да. То есть мы нажимаем данную кнопочку. Давайте посмотрим, как это выглядит. Прогружается. Соответственно, прямо из лида, прямо из интерактивного поля, мы попадаем в создание нашего контрагента. Здесь, соответственно, все стандартное поле. Мы это заполняем, записываем, закрываем, и у нас появляется контрагент. То есть никаких дополнительных тяжелых действий совершать не нужно, что очень упрощает, опять же, жизнь. Также есть вариант не просто перевести лида в покупателя, а также сформировать заказ прямо отсюда. Об этом мы тоже поговорим чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, как выглядят виды изнутри. Состояние. Соответственно, то самое состояние, которое мы видели на интерактивных полях. Там было несколько колончиков, как раз-таки не обработан. В работе отправлено коммерческое предложение и назначена встреча. Самое интересное, что мы можем дополнять эти состояния так, как нам нужно. То есть если наш потенциальный клиент должен пройти несколько стадий до переводов в контрагенты, помимо тех, что есть в системе, мы можем их дополнить. И у нас будет, соответственно, не четыре колоночки в том интерактивном поле, а столько, сколько нам нужно. Далее. Дополнительная информация. Лид, фил названия в программе. Здесь мы как раз-таки указываем наименование нашего лида. Это отдельный справочник. Это не контрагенты, не контакты. Это как раз-таки справочник по лиду, то, как он будет отображаться в системе. Далее телефон, email, your address, справочник, контакты в CRM подсистеме. Это те контакты, которые у нас являются контактной информацией к нашему лиду. То есть в данном интерфейсе сейчас мы видим, что наш лид – это Яна. Это, скорее всего, физическое лицо, и контакт у нее один. Она сама. В случае, если у вас какая-то компания является лидом и несколько менеджеров, работающих с вами, вы можете контактов указывать столько, сколько вам нужно, и создавать эти контакты прямиком из лида. То есть нажимаете на плюсик, указываете имя, фамилию, телефон, email, и все. И он сохраняется и автоматически переходит в контакт, в справочник контакта. Как он выглядит? Давайте посмотрим тоже сразу. Аналогично с списком у нас высвечивается имя, фамилия. Тоже провалимся, посмотрим. С контактной информацией. Опять же, если возникает ситуация, что ваш лид перешел в состояние контрагента, а контактное лицо осталось таким же, ничего не изменилось, вот это поле должно заполняться автоматически, что тоже удобно. Перейдем обратно нашего лида. Далее, с контактами разобрались. Также у нас присутствует возможность классификации лида. То есть, допустим, вы хотите понимать, откуда пришел ваш потенциальный клиент. Была это заявка с сайта, или это был звонок на горячую линию, или он увидел рекламу в интернете и решил, что ему нужно с вами связаться, и ему нужны ваши услуги, прямо вот нужны. Соответственно, мы можем создавать группы и классифицировать лидов по этим группам. Далее, источники привлечения. Вот тут как раз-таки очень удобно сделано в случае, если у вас на горячей линии сидят операторы какие-то, возможно, или менеджеры, работающих по системе в полях. И вот вам нужно детализировать, откуда конкретно пришел этот наш потенциальный клиент. Какое подразделение, возможно, справилось лучше в привлечении. То есть рекламная компания, у нас там маркетинг плюс подразделение сделает. Или, возможно, это был звонок из колл-центра. Опять-таки, источники привлечения очень удобно классифицируют, помимо самой классификации, наших потенциальных клиентов. Ответственный – это тот самый менеджер, который привел нам потенциального клиента. Или же, возможно, тот менеджер, который будет за него отвечать. Тут уже в зависимости от того, как у вас организован бизнес-процесс. Вот мы создали нашего лида. Он появился в списке и сразу же появился в интерактивном поле. Отсюда он прошел все стадии от необработан до назначенной встречи. Он перешел в контрагента. И, в принципе, вот вам маленький бизнес-процесс, один из вариантов возможных, который вы можете организовать у себя при помощи CRM-системы. Далее. Давайте рассмотрим события. Как раз-таки события – это то, что позволяет нам или привести клиента, или же продолжить с ним взаимодействие после того, как он стал лидом. То есть два варианта. Нам позвонили на горячую линию. В NF-конфигурации есть такая прекрасная вещь, как телефония. Она встроенная. То есть нет необходимости устанавливать никакие расширения, нет необходимости какие-то интеграции производить. Это встроенная подсистема, что тоже очень удобно. Это экономит много времени в настройке. В дальнейшем очень удобно, так как это типовой функционал программы. И он не подлежит каким-либо изменениям со стороны обновлений. Тоже огромная беда конфигурации после обновления. Могут какие-то добавочные вещи интегративные лететь. Поэтому наш типовой функционал – это, наверное, лучшее стабильное. Все, что стабильно, то в компаниях очень приветствуется. Поэтому телефония будет очень кстати. Что вы можете делать с телефонией? Как раз таки с этими звонками. При настройке телефонии и SMS менеджеры могут общаться с клиентами напрямую из конфигурации. Пронимать входящие звонки. Причем при входящем звонке открывается автоматически имя клиента и его карточку. То есть что удобно. Нет необходимости лазать и искать, кто же это такое нам позвонил. Далее. Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями, заказами этого клиента. То есть вы мобильны. У вас есть информация для работы с нашим клиентом. Мы можем также совершать не только, принимать, не только входящие, а совершать еще и исходящие звонки. Можем позвонить клиенту прямо из карточки. То есть, соответственно, вот с карточки клиента, там, где указывается у нас номер телефона, мы можем позвонить нашему клиенту. Но. Есть одно но. Вот эти вот события, которые указаны в списке, да, они будут фиксироваться в календаре. Об этом мы тоже поговорим чуть попозже. Как раз-таки будет фиксироваться все, кроме писем и смс. Поскольку письма и смс не являются какими-то запланированными вещами, да, то есть отправление сообщения клиенту – это разовое действие. То есть если звонок, телефон, его можем запланировать, да, встречу можем запланировать, записи и прочее, мы также можем запланировать, то смс оформляется прямиком из конфигурации. То есть вы оформляете в каком-то интерактивном поле, да, смс, и его отправляете к клиенту. То есть фиксироваться в календаре он не будет. Про календаре мы как раз-таки сейчас поговорим, мы до них доходим. Давайте посмотрим эти события изначально, как они выглядят. Допустим, посмотрим встречи. Допустим, откроем вот этот. Сама встреча. Есть темы событий, которые вы создаете сами. То есть если у вас есть какой-то определенный реестр событий, которые осуществляют ваши менеджеры, то есть, допустим, высылают коммерческое предложение, согласовывают доставку, уточняют контактную информацию, вы можете создать шаблон, который в дальнейшем можете выбирать из этого списка по теме события. Тут, соответственно, личная встреча, заказ на замеры, важность. Также у вас есть возможность выбирать важность. источник привлечения, соответственно. Это то, что мы рассматривали ранее в лидах. Начало, окончание. Тут вы оставляете, соответственно, начало и окончание времени, и конфигурация автоматически пересчитывает вам это все в минуты. Календарь. Вот про календари мы как раз-таки еще поговорим. Я пока пропущу это поле. Проект. У нас в конфигурации также реализован проектный учет. То есть, мы можем в продажах вести конкретные проекты. Но это уже скорее под систему продажи. Тогда, когда клиент ваш уже стал вашим партнером, вы с ним долго коммуницируете, у вас совместный проект, это уже на случай какого-то дальнейшего серьезного взаимодействия. Контрагент. Здесь указан контрагент. То есть, само событие, встреча или же звонок может быть создано не только на основании лида. Оно может быть создано на основании контрагента, лида, заказа и, в принципе, практически любого документа в 1С. Тут указан его мобильный телефон нашего контрагента или же лида. И почтовый адрес. Здесь при необходимости указываются контакты, как связаться. Мы это сохраняем. И это событие у нас придет потом в календарик. Так, дальше. Записи, встречи, звонки про телефонию. Про телефонию. Давайте посмотрим. Вот как раз-таки тот самый лид. То есть, это событие было создано на основании лида. Не на основании контрагента, как прошлой встречи, да, а тут именно лид является головным источником этого события. В принципе, все то же самое, как видите, да, ничего глобального другого тут нет. Событие, оно одно. Состояние, важность, источник, начало. Тему также можно выбирать. Из имеющихся для создавать свою контакты, мы также можем указывать, какие хотим. И, в принципе, ничего глобального другого тут нет. Они идентичны в сети события. То есть, куда бы мы ни зашли, они будут выглядеть одинаково. СМС. СМС у нас отправляется только после настройки телефонии. То есть, если мы телефонные звонки можем фиксировать без совершения, то есть, без входящих и исходящих вызовов, а просто для себя, для какого-то ведения учета в системе, то с сообщениями СМС, к сожалению, так не получится сделать, потому что он фиксирует только действительно отправленные сообщения. Мы можем это зафиксировать, но это очень нецелесообразная вещь, потому что лучше в данном случае, если вам необходимо контролировать исходящие и входящие сообщения клиентам, использовать почту. Потому что почта, она проще интегрируется. Да, она тоже настраивается изначально, единоразово в настройках подсистемы, но она будет вам отличной альтернативой в случае, если вы не хотите настраивать телефонию. Вот, тоже я вот открыла сейчас события электронные письма, как они выглядят изнутри. Давайте посмотрим. В принципе, ничем не отличается от обычной вашей стандарты почты, которую используют в компаниях. Есть поле для ввода сообщения, есть возможность изменения варианта шрифтов, то есть изменения глубины света. Вот даже есть, смотрите, какая прелесть. Фон, цвет, размер, жирность. Можно выравнивание делать даже. То есть тут, в принципе, есть все те же самые функции, что в вашем стандартном почтовом ящике. Тоже очень удобно. Есть возможность выбирать учетную запись, с которой будет отправлено сообщение. на случай, если вдруг у вас на предприятии за одним компьютером, за одним пользователем работает несколько менеджеров по смену, это очень удобно. То есть нет необходимости в привязке к какому-то определенному одному адресу электронной почты. Сегодня там, допустим, работает Ирина, завтра работает Мария. Они могут менять свою учетную запись в зависимости от того, чья есть вводность смена. Очень удобно. Ответственный источник, состояние. Все стандартно. Далее. Тема письма. И кому мы отправляем. Тоже внимание. В адресной книге у нас присутствуют и контрагенты, и контакты, и лиды, и физические лица. То есть тут объединено 4 справочника. И это очень удобно. То есть у нас получается развито очень хорошо владение контактной информацией по всем нашим людям, с которыми мы контактируем. Даже если они находятся в состоянии еще необработанного лиды, он все равно появляется в нашей адресной книге. То есть мы можем фактически совершать с ними деловые переписки с самого их начала появления в компании. Был совершен телефонный звонок, он появился в лидах, и с этого момента при указании в карточке лиды почты, почтового адреса. Мы можем с ним связываться. Это все фиксируется в системе. То есть мы потом можем найти любую информацию по взаимодействию с клиентом, с потенциальным. Менеджеры меняются, соответственно, как мы знаем, а информация остается. Так, далее. Давайте посмотрим далее. Вот мы с вами рассмотрели, в каком варианте возможно фиксирование контактов с потенциальными клиентами. То есть подводя итог, мы можем сказать, что даже в случае, если источником первоначального взаимодействия идет звонок, письмо, событие, любое событие, мы из него можем создать лиды, как и наоборот. То есть сначала может быть лид, потенциальный клиент, а потом уже, соответственно, события на основании лиды созданы. Далее. Календарное планирование событий. Это как раз-таки то, что я сейчас умышленно пропускала. Давайте к этому вернемся. У нас в CRM, в UNF, есть возможность введения календарей. Причем введение просто в многообразии, в котором только возможно ввести. Это может быть календарь, доска, канбан. И причем с любой разбивкой по дням, по неделям, по месяцам. Также присутствует синхронизация с Google, Google календарей. То есть есть возможность введения календарей в Google и синхронизации с 1S UNF. Давайте посмотрим, как это выглядит в конфигурации. Контакт-центр. Это как раз-таки то самое место, в котором собраны вот эти вот все виды календарей. Канбан. Здесь, в этих календарях, отображаются задания, события, задачи и все, что связано с взаимодействиями, с внешними взаимодействиями, с клиентами или с внутренними взаимодействиями, также между менеджерами, допустим. Поле входящий. Вот это вот поле, которое здесь не заполнено. Очень интересное поле, что тут обычно есть, что, как оно работает. Во входящих приходят вам сообщения из сторонних мессенджеров. Из сторонних мессенджеров, с почты, с любых сторонних, соответственно, интеграционных платформ, с которыми также мы поговорим дальше, они настраиваются. То есть, допустим, вам пришел заказ из Телеграма, и он появляется во входящих. Прямиком отсюда вы сможете его обработать, перенаправить на другого менеджера или создать события, что тоже очень удобно. То есть, все ваши входящие обращения фиксируются в контакт-центре, и уже отсюда прямиком вы можете с ними работать. Тут, к сожалению, не настроено никаких интеграций с низкими Телеграмами, Яндекс.Платформами и прочим, но это делается все очень несложно, и при возможности вы сможете даже самостоятельно это сделать без сторонних специалистов. ОНФ как раз-таки очень славится тем, что оно очень быстро настраивается, даже самостоятельно. То есть, если вы заметили, тут все очень интерактивно, все очень просто и легко. Так, давайте посмотрим календарь. Как видите, здесь есть возможность разбивки по дням, по неделям и по месяцам. Как это выглядит? Допустим, декабрь. Я создала опросы здесь в несколько событий, чтобы показать, как оно фиксируется в контакт-центре. Допустим, в субботу у нас был телефонный звонок. Мы можем в него провалиться прямиком из календаря. Он, допустим, был любви с 16.44 до 17.14. Подрожность была 30 минут. Здесь можно добавить описание, что было произведено, какие были итоги по итогам встречи, что вы выяснили и что хотели выяснить. Все это фиксируется и остается в системе. Далее. Что еще мы можем сделать отсюда прямиком? Мы можем создать новое событие. Создать. Телефонный звонок, прочая личная встреча. Но также мы можем создать задачу и задание на работу, внутренне и внешне. Давайте попробуем создать задачу. Тут мы пишем задачу. Например, позвонить клиенту. Ставим, когда. Это нужно сделать, допустим, 14 числа с 12 до 3. Есть возможность установки напоминаний. Оснований. То есть давайте попробуем на основании Лида это можно сделать. Как раз-таки контакты, контрагенты, заказы, события. И там еще очень большой список на основании, чего это можно сделать. Тоже фиксация того, почему и зачем нужно ему позвонить. Календарь. Вот. Далее. При создании событий вы выбираете календарь. Свой календарь. У меня в данном случае календарь администратора. Записать и закрыть. И вот у меня появилось событие длиной с 14 до 15 числа, потому что установлено было так. Давайте поменяем обратно на 14 число. Ой. С 12. Внимание тоже. Тут нужно быть осторожным, потому что я не туда клацнула, оно нечаянно переползло. Когда с 14. по 14 должно быть. С 11 до 13. Записать и закрыть. Вот. С 14 по 14 число. С 11 до 12. Должен быть осуществлен звонок клиенту. Вот это у нас появилось в нашем календаре. По такому же принципу вы можете создать телефонный звонок, заказ на работу, задание на работу, задачу, личную встречу, вообще что хотите, в каком виде хотите. В основном события и прочее пользуются огромной популярностью, потому что оно более мобильно, потому что там есть ваша персональная настройка. Давайте посмотрим. То есть здесь у нас, опять же, тема проекта, контакт. В это поле уже неоднократно видели на вебинаре, поэтому, думаю, проблем с заполнением возникнуть не должно. Все это фиксируется в табличке. Вы можете спокойно контролировать все свои действия, планировать свои действия и, опять же, руководство. Для руководства тоже будет полезно. Они смогут также это контролировать. У нас есть такой прекрасный раздел, он называется доски. И есть такие доски, которые называются командные. То есть это, давайте откроем, допустим, день рождения клиентов, сделано в качестве демонстрации. Потому что день рождения клиентов очень важный раздел, и все сотрудники компании должны иметь к нему доступ. Как это работает? Здесь у нас отображаются необработанные дни рождения, которые действий никаких не было произведено, сотрудник не поздравлен, про него, возможно, даже забыли, потому что он находится в необработанных в такое долгое время. Что нужно сделать? Допустим, вам приходит уведомление о том, что у сотрудника день рождения. Вот вы его поздравили, и вы его перетаскиваете в это поле. Давайте я его другому назову. В чем замысел этих полей? Смотрите. При нажатии на настройки и переходе во вкладочку доски мы можем самостоятельно выбирать интерактивные колонки и назначать действия. То есть вот это необработанные события. И в случае исполнения этих событий я создала колоночку, которая называется «Выполнено». Что происходит? Задача из состояния необработанной переходит в состояние «Выполнено». То есть вот это самое правило. Мы его записываем и закрываем. И вот она появляется вот здесь. Также что мы можем сделать? Мы можем наше событие перевести в состояние «Отменено». Записать, закрыть. Опа, и оно сразу появляется у нас колоночкой. То есть, понимаете, да? Всю прелесть интерактивных досок в CRM. То есть нам нет необходимости никуда проваливаться, ничего выбирать. То есть вы одним перетаскиванием мыши делаете такие действия. Это невероятно удобно. Так, что в итоге у нас получается? Есть список. Те задания, которые находятся в работе. Это лично для вас очень удобно, когда вы заходите в список, видите все необходимые для вас задания, которые вам необходимо сделать в течение какого-то времени. И тут есть и сроки, и само задание, при, соответственно, при указании этого задания в комментарии. Просто я нигде ничего не указывала, поэтому здесь этого не написано. А так, это интерактивное поле, которое позволяет вам понимать вашу загруженность. Что нужно позвонить, что-то сделать, позвонить клиенту дважды, причем, да, вот завтра и 14-го числа. Так, канбан мы смотрели. Календарь. Доски. Доски. Соответственно, есть командные доски, которые настраиваются, опять же, я говорила, не договорила, для нескольких людей. Давайте попробуем создать командную доску. Вот. Владелец календаря, допустим, буду я. Здесь будут какие-нибудь важные собрания. И мы можем дать к этому календарю доступ другим сотрудникам. Допустим. Всем, кому только можно дать. На трех остановимся. Записать и закрыть. У нас создался еще один такой мини-календарик, который называется командные доски. На них вешаются события. И эти события вижу не только я, как администратор и как владелец этого, грубо говоря, календаря, этой доски, но и все сотрудники, которым я даю доступ. То есть если я в этот календарь добавлю какое-нибудь событие, допустим, собрание 15 числа, то его увидят все остальные сотрудники. И это позволит нам коммуницировать в режиме онлайн, в оперативном режиме работы. Тоже очень удобно. То есть помимо личных досок, у нас еще есть командные доски для оперативного какого-то взаимодействия с другими сотрудниками компании. Так, давайте пойдем дальше. Оформление сделок ВНФ. И вот мы дошли до момента, когда мы поработали с Лидом. Мы этого Лида, соответственно, произвели какие-то действия с ним, были какие-то переговоры проведены, выслано коммерческое предложение. И вот настал момент, когда его нужно перевести в контрагента. И вот мы уже разговаривали с вами о том, что есть возможность из интерактивного поля в справочнике Лиды перевести нашего Лида в контрагента. Соответственно, когда вы переводите Лида в контрагента, вы также имеете возможность оформить заказ. Я также об этом говорила. Вот это самое поле. Вот так оно выглядит не в интерактивном варианте, а в справочном. То есть, когда вы дошли до момента оформления заказа, вы можете это сделать прямиком из Лида. В случае, если контрагента, соответственно, еще нет, вот вы закончили переговоры, и он мало того, что переходит в вашего партнера, так еще и заказ решит сделать. И вот прекрасного нашего Лида мы перемещаем в результат покупателя плюс заказ. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот список. Вот результат. Соответственно, переговоры прошли успешно. Клиент наш и решил сделать заказ. мы нажимаем покупатели плюс заказ. Думает. Заказ покупателя создания. И вот начинается самое интересное заполнение заказа. Тут мы добавляем товары и услуги. Давайте начнем соответственно, с самого внутреннего нашего заполнения. Номенклатура. Допустим, он заказал вытяжку. Вытяжку. в программе ведет сведение по характеристикам для вытяжки, поэтому пусть она будет встраиваемая. Количество одна штука. Цена. В чем еще есть прелесть? В управлении нашей фирмы есть контроль ценообразования. Есть возможность сведения прайс-листов, вид цен. Но это уже тема отдельного вебинара, потому что это очень глубокая тема. Если мы ее будем рассматривать, мы будем рассматривать ее очень долго. Но если вы хотите, мы можем провести этот вебинар в следующий раз. Так, цена. Тут стоит оптовая СНДС, но, видимо, в оптовых ценах в прайс-листе нет такой номенклатуры, поэтому давайте мы укажем ее вручную цепи цену. Соответственно, что мы еще можем сделать? Доставка. Способ доставки, самовывоз, курьер, пункт выдачи. Имеется возможность введения учета с доставкой пункт выдачи ввод этих пунктов выдачи в количественном варианте. Не один пункт, да, несколько. Введение габаритов на случай, если все-таки это курьерская служба, тоже очень удобно. Платежный календарь, возможность запланировать оплату. Оплата вручную дополнительно. Что интересует здесь менеджера по продажу? В принципе, зафиксировать товар, его количество и цену. поставить дату отгрузки какую-нибудь, да, и поставить статус в состояние, допустим, на обсуждение коммерческого предложения. Далее с этим заказом, скорее всего, будет работать человек, который занимается непосредственно заказами покупателя в производстве или же направляет вашего клиента на дальнейшее взаимодействие. То есть, как менеджеры по продажам ваша судьба тут закончилась. Вы взяли заказ, вы его внесли в 1С в том виде, в котором у вас имеется на руках информация, о том, что клиент хочет вытяжку. Вот он хочет вытяжку за 100 рублей. Вот я это зафиксировал. Соответственно, фиксация произошла, дальше уже это происходит, переходит в другие подразделения. Давайте мы это как-нибудь зафиксируем. Немножко подвисает. Вот. Соответственно, мы сейчас из ЛИДа сделали контрагента и оформили заказ буквально вот двумя кликами. То есть, мы зафиксировали, на чем в итоге мы остановились с клиентом нашим, уже клиентом, соответственно, да, и отправили заказ в службу, там, допустим, сборки, сборки производства. Какие варианты оформления заказа еще есть? Давайте посмотрим. Соответственно, прямое оформление заказа и заказов покупателей. Это в случае, если вы из ЛИДа сделали контрагента сразу, то есть, без покупателя и заказа. То есть, вы просто договорились, что вы будете сотрудничать, а потом прошло какое-то время, и вот покупатель решил сделать заказ. Соответственно, у вас есть возможность прямого оформления документа из, соответственно, заказов. Так им называется документ заказ покупателей. Приходите туда, нажимаете кнопочку создать, и у вас открывается точно такое же поле, как из покупателей плюс заказ. Давайте я продемонстрирую, чтобы он был голословный. Так, заказы покупателей. Вот, соответственно, тот самый заказ, который мы с вами сейчас оформили, отправили его в подразделение производства на производство. Он тут висит, все с ним хорошо, он тут появился, никуда не пропал. Вот. Новый заказ. Мы его также нажимаем создать. и по аналогичной системе создаем. Единственное различие, тут нужно будет выбрать покупателя, которому мы, соответственно, будем продавать товар. В остальном то же самое. Также добавляем тут номенклатуру, количество, сумму, вариант доставки, если мы знаем, какой он есть, да. Проводим, закрываем. Дальше уже это на совести других подразделений, как говорится. Так, далее. Каналы продаж. Также у нас есть вариант оформления заказа из каналов продаж. То есть, когда ваш клиент добавляет в корзину ваши товары на какой-нибудь сторонней платформе, если у вас таковая имеется, допустим, сотрудничаете вы с Яндекс.Маркетом. У вас на Яндекс.Маркете есть каталог вашей продукции, и вы ее там активно продаете. То есть, есть возможность синхронизировать информацию с Яндекс.Маркетом с 1С. То есть, в случае оформления клиентом заказа на Яндекс.Маркете, он автоматически подгрузится в 1С. То же самое магазин ВКонтакте, веб-витрина работает по аналогичному системе. Как она выглядит, это как, вы знаете, даже то же самое. В принципе, список позиций, да, корзина, клиент выбирает, оформляет заказ, и на этом все. Из того, что мы с вами сейчас посмотрим, из того, что интересное в каналах продаж, это кабинет клиента и контактные формы, потому что это не требует предварительной никакой синхронизации, да, это очень тоже интересная тема. Так, давайте посмотрим. CRM, каналы продаж, кабинет клиента. Что такое кабинет клиента? Кабинет клиента это приложение на телефоне, поддерживает как iOS, так и Android. То есть, ваш клиент качает это приложение, вводит данные, ваши данные, и может в режиме, в оперативном режиме, в режиме онлайн, совершать покупки. Смотрите, как это настраивается. То есть, из того, что мы тут настраиваем для нас, как для поставщика, название приложения и логотип, все это меняется, можете вот изменить его, да, то есть, это не какие-то встроенные, разово внесенные данные, которые вот остаются навсегда, нет, все это можно изменить, все это мобильно, очень удобно. Так, далее, о нас. Теперь смотрите, какая прекрасная вещь. То есть, здесь присутствует визуализация, то есть, вы вводите какую-то информацию, каким-то определенным шрифтом, все это выделяете, красиво делаете, и можете сразу посмотреть, как оно будет в реальности. То есть, не нужно додумывать, вот как будет, если я сделаю вот тут вот так, ну, вот так оно будет, вот тут вот все показано, и это очень удобно. Так, тут, соответственно, есть возможность вводить телефона, сайта, любой контактной информации, даже есть соцсети со ссылками, да. В принципе, из контактов тут имеется все, что только возможно и невозможно, мне кажется. Также присутствует дополнительное поле информации, в которое вы можете ввести что-то, что не смогли ввести ранее. Допустим, есть у вас, помимо там социальной сети ВКонтакте, Ютуба, есть, допустим, Инстаграм или еще что-нибудь, вы можете это ввести сюда. Далее, заказ товаров. Вот начинается самое интересное. Возможности под настройки данного раздела, они очень большие. Давайте пойдем сверху вниз. Есть возможность прикрепления к самим товарам картинок товаров, то есть даже есть такая визуализация. Вот. Есть возможность характеристик. Даже есть проказ остатков в случае, если, допустим, у вас розничные склады, там, да, розничные точки какие-то, клиент хочет купить у вас какую-то аппаратуру, у него есть возможность посмотреть, есть ли эта аппаратура в принципе в наличии. Без связи с менеджером, без там каких-то определенных дополнительных действий, приложение само ему покажет, что остатки есть, и он поймет, что, в принципе, если он захочет, допустим, самовылазом, да, это сделать, то можно приехать и забрать. Организация, соответственно, выбирать организацию, по которой вы хотите сделать синхронизацию приложения. Возможность скрытия товаров, которых нет в наличии в случае, если у вас какие-то товары поставлены на стоп в принципе, да, и вы не хотите даже, чтобы клиенты видели их в вашем списке. Оплата. Возможно использовать Юкасса при синхронизации в режиме онлайн, соответственно, да. Заказы. Заказы. Минимальная сумма заказов. Также устанавливается организация, соответственно, если у вас тут организация кухни о соль, то, наверное, тут тоже должна быть организация кухни о соль. Не знаю, внутренние какие-то перебои, наверное. Статус новых заказов. Вот статус – это тоже очень интересная тема, потому что если вдруг… Давайте мы перейдем к заказу, я просто покажу, чтобы нагляднее было понятно. вот так вот выглядит наш заказ. Открывается. для того, чтобы можно было отследить, откуда этот заказ оформлен. То есть здесь из видов заказа только основной производства. То есть мы можем самостоятельно создать вид заказа. Допустим, вид заказа будет заказ сайта. Это очень удобно в случае, если у вас есть какой-то мелкий опт и розница. И вот розничная продажа у вас фиксируется в приложении ВКонтакте, в Яндекс.Маркете, где-нибудь еще, и вы не хотите, чтобы они путались с какими-то оптовыми продажами, вы делаете новый вид заказа, полностью забиваете, и в дальнейшем указываете его при настройке интеграции со сторонними сервисами. Как раз таки вот здесь в конструкторе мы можем указать это состояние для какого-то контроля. Доставка. Доставка курьером, отправка по почте, пункты выдачи как раз таки добавляются здесь в том размере, в котором вы хотите их добавить, адреса и стоимость доставки в случае с доставкой у вас как платная. Очень удобно, очень мобильно. Дальше. Новостной центр. Здесь вы можете оформлять свои какие-то новости внутренние. Допустим, у вас проводится какая-то суперклассная акция, и вы хотите, чтобы ваш клиент об этом узнал. Вы можете сюда полностью загрузить всю нужную вам информацию, а также отправить уведомления на его телефон. То есть вы пишете, что у нас скидка 15%, и вот как бы телефон берет и показывает это клиенту в режиме онлайн. Пуш-уведомления. Тоже очень удобно. Кратенько посмотрели. В принципе, поднастройка тоже, опять же, легкая. И самое интересное, это вот этот прекрасный телефончик, который позволяет вам визуализировать все, что вы делаете в том виде, в котором вам хочется, вы можете это сделать. так. Далее. Посмотрим еще быстренько контактные формы. Контактные формы. Думаю, вы видели вот такую вот вещь. Это, опять же, у нас синхронизация с Google формами. То есть вот эта вот контактная форма, которая здесь сформирована, она будет выгружена на Google при соответствующей поднастройке, соответственно, но вы это можете сделать прямо отсюда же из конфигурации, напрямиком, не нужно никуда заходить, ничего делать, это разово настраивается, потом вы можете с этим работать. Это в случае, если вам необходимо, допустим, не продать товар. Хотя продать товар тут тоже есть такая возможность, это я тоже покажу. Допустим, вам нужна обратная связь. Обратная связь по заказу. Все ли было хорошо, остался ли клиент доволен и вообще в целом как прошла его коммуникация, с вашим отделом, хотите понять работу, оценить работу менеджера. Вы можете здесь, соответственно, указать все поля, которые вам необходимы. Фил, телефон, мейл, добавить поле. В поле можно добавлять вообще любое, текст, абзац, несколько вариантов из списка. К слову, про несколько вариантов из списка товары можно также добавлять. Видите, товары и услуги. Это в случае, если мы хотим использовать контактную форму не для обратной связи, а для заказа клиента. То есть он указывает, что ему нужно по какой цене и вы можете потом с этим коммуницировать. Тут вы можете указать, во-первых, как это будет работать. То есть должен выбирать один вариант из списка или это должен быть какой-то большой развернутый список с возможностью выбора нескольких вариантов новинклатуры. Вид цены, опять же, если это планируется для розничных потребителей, это цена розничная. Если же опт, то это опт. Виды цены также настраиваются. Их много, они разные и есть просто нереально большие возможности с этими ценами, но это ценообразование, конечно, большая, обширная тема. Опять же, если хотите, можем потом поговорить об этом. Вот. Так что здесь все хорошо настраивается, вы можете выбирать те товары, которые будут отображаться в списке, тот вид цен, в котором это будет отображаться. Пример поля у вас также есть, то есть 1С визуализирует то, как это будет выглядеть для потребителя. Очень тоже удобно. Очень удобно и быстро настраивается. Вот. Так что контактные формы тоже вам плюс в случае, если вы хотите как-то коммуницировать с клиентами. Давайте посмотрим дальше. Каналы продаж, соответственно, понятно, да? В случае, если оформление заказа происходит через какие-то сторонние сервисы, заказы сами как заказы в случае, если нет оснований, а просто вот клиент захотел сделать заказ и вот он сделал, оформляете прямиком из заказов. Или же состояние лида при приведении его к покупателю плюс заказ. Вариантов также может быть много. Можно оформить заказ из справочной номенклатуры. То есть я показала вот три основных варианта в случае, когда лид становится контрагентом. Давайте дальше пойдем. каналы продаж. Соответственно, вот как раз-таки мы сейчас их рассмотрели, да? Контактные формы посмотрели, мобильное приложение посмотрели, и вот эти вот тристоронние сервисы, они просто интегрируются с 1С, работают аналогично, как и мобильное приложение, и контактные формы, то есть там, соответственно, вводите товары, все это синхронизируется между собой, поэтому это очень легко просто настраивается. Планирование продаж. Вот мы дошли до того самого заветного планирования продаж – это контроль работы подразделений, контроль работы менеджеров, которые ведут у нас наших потенциальных или уже существующих клиентов, да? Давайте мы посмотрим в 1С, как это выглядит. Тут я кратенько просто картиночки вырезала, чтобы было понятно, но я думаю, лучше будет, если мы посмотрим это прямиком из конфигурации. Так, планирование, планы продаж. Так, создать. Давайте на новом посмотрим. Сценарий планирования. У нас имеется возможность создавать несколько сценариев планирования. И причем эти сценарии, да, они могут быть совершенно разные. Планировать можно по категориям, по номенклатуре, по группам номенклатуры, по менеджерам. В случае, кстати, когда мы хотим вести учет по менеджерам, смотреть, сколько они сделали нам выгодных сделок, сколько у нас контрагентов пришло из лидов, сколько лидов у нас, допустим, провалилось, да, вот некачественный лид, такая формулировка в 1С имеется, да, и как раз-таки следующий этап идет планирование продаж по менеджерам, смотреть, сколько наши менеджеры в итоге продали. Давайте попробуем создать свой новый сценарий. Вот, тут есть, соответственно, из того, что имеется, план на розницу, план основной, план на кухни, план на менеджеров. А мы хотим, давайте, план, план под товаром. На месяц пусть будет. Хотим мы по номенклатуре. Хотим мы еще и по количеству, чтобы это было. Ну, до заказа нет, но хотя бы по количеству. Записываем и закрываем. Выбираем. Далее, период планирования. Мы поставили в сценарий месяц, соответственно, тут тоже будет месяц. Далее, дата понятна, текущая ставится до организации. Есть возможность, опять же, вида цен. Вот снова эта прекрасная колоночка. Возможность изменения видов цены, заполнения цен в плане продаж на основании пресс-листа. То есть тут стоят розничные цены, но не знаю, насколько... Давайте вот опять ведро выберем. Видите, она заполнилась цена автоматически, потому что в пресс-листе розничные цены, да, имеется эта номенклатура и для нее указана цена. То есть если в пресс-листе этого наименования не будет, то, соответственно, цена не заполнится. То есть если мы хотим ввести ценообразование, то нужно, чтобы все наши пресс-листы были заполнены ценовой политикой в том варианте, в котором мы хотим соответственно, да. Вот. Давайте посмотрим. Период у нас с января по март стоит. Нам с января по март не надо. Давайте нам на январь. Вот. Мы хотим продать 10 ведер. Бац, он посчитал сумму сразу. Очень удобно. Автоматически. Ничего не нужно пересчитывать. Так, проводим, закрываем. Вот мы сформировали план продаж. Соответственно, этот план продаж вы можете ввести в том варианте, в котором вам удобно. По менеджерам, по номенклатуре, по категориям. То есть вариантов достаточно много, и все они очень удобны для использования. Вот вы создали план продаж. Ваши продажники весь месяц усердно работали, старались подать эти 10 ведер. Вам нужно как-то проконтролировать выполнение плана. у нас в отчетах есть варианты контроля. Аналитика отчета находятся не здесь. план фактов, анализ продаж. еще раз и открою и сразу открою планы продаж. Вот эти два отчета. Вот план продаж. Давайте рассмотрим предыдущие планы продаж, которые уже были занесены, и по ним были какие-то продажи, потому что нам сейчас нечем сравнивать. У нас не было продаж, январь не наступил, продажи не совершены. Давайте посмотрим, старые планы продаж. Отчет план продаж. Тут только плановые данные высвечиваются. То есть мы по всем нашим планам, допустим, у нас был не один план, их было несколько, но для всех этих планов общий план по пеналу и по сумме пенала 1.432. Общий план по шкафу 1.542.000. И вот диаграмма для визуализации, чего нужно продать больше, ну или дороже, соответствую цена, понятно, на количество. Вот. Второй отчет планфактный анализ продаж. Вот здесь, вот здесь, как раз-таки помимо плановых данных, у нас еще есть и фактические. Давайте сравним по предыдущим по предыдущим планам выполнения. Так. Вот смотрите. Был план по бытовой технике на сумму 3.300.000. Фактически вышло продать на 7.815.000. У нас есть колоночка отклонения и процент отклонения. Мы видим, что наш план перевыполнили. Причем перевыполнили так достаточно хорошо. Итак, мы можем контролировать любую категорию номенклатуры. Это в случае, если наши продажи были по категориям. Если наши продажи были настроены в сценарии по номенклатуре, мы видим тут номенклатуру. То есть все поднастраивается. Если же мы хотим видеть здесь все и категории номенклатуры в настройках отчетов самого, внутри, можно также сделать дополнительные таблички. Самим тоже несложно это делается. Очень легко. Поэтому все очень мобильно, все очень просто и визуализация автоматически проставляется. Не нужно ничего лепить. Оно все типовое. Все данные типовые. Соответственно, план продаж это только плановые данные. План факт план фактовые данные. Так. Ну и давайте глянем напоследок самое интересное. Отслеживание взаимодействия активностью блоки серы в УНФ. Это как раз тот самый шестой пункт для руководителей организации, для руководителей подразделений, для менеджеров среднего звена и всех, кто осуществляет хоть какой-нибудь контроль над работой рядовых менеджеров. Это как раз таки все отчеты все тот же самый. Как начали идти, так мы и продолжим. давайте посмотрим, что здесь есть. Анализ базы контрагентов. Здесь мы видим по нашим контрагентам, что произошло. За неделю, за эту неделю, даже за месяц получается, вот за месяц, у нас получается два новых клиента. Тут написано за два дня, потому что два новых клиента у нас получается за два дня получилось, да. Есть динамика по дням, по неделям, по месяцам, как хотите настраивайтесь по неделям. Можем настроить по дням. Какая гадость неприятная. Давайте перезапустимся. пока скажу, пока база перезапускается, что отчетов в CRM очень-очень много, в разных просто видах, поднастройка требуется минимальная, т.е. все, что хотите, в каком хотите виде, с диаграммами, с гистограммами. УНФ поддерживает формирование отчетности в типовом варианте почти по всем категориям необходимым для отслеживания активности. Так, вот о чем я и говорила. Анализ базы контрагент. Допустим, хотим... Вот что-то с ним не так, видимо, с базой. Возможно, обновление было недавно, кстати, в УНФ. Возможно, какие-то технические неполадки. Поэтому он так сильно ругается. Анализ базы контрагентов. Мы его уже два раза открывали. Вы поняли, как это работает. Давайте скажем анализ базы лидов. Он выглядит точно так же, абсолютно идентично, просто по лидам. То есть у нас один новый лид. Есть возможность деления... Есть возможность визуализации с делением по менеджерам лидов. То есть 41% лидов у нас там Ирине принадлежит, допустим, да, а 56% не было. И вот 3% несчастных. Это я тот самый администратор, который сегодня добавил одного прекрасного лида. Вот. Это возможность контролировать количество наших новых лидов. как раз таки контролировать работу отдела продаж по привлечению наших новых потенциальных клиентов. Анализ работы менеджеров. Вот. Здесь есть возможность контроля по выручке. Выручки нет, потому что, соответственно, отгрузок не было. Заказы. Заказов тоже нет, потому что заказов не было у нас за последние периоды. Да. Вот. Можем посмотреть задолженность. Та задолженность, которая имеется у нас на данный момент. У Юрия, вот, допустим, 68 тысяч. Любовь отличилась 864 тысяч. Видимо, у нее было больше всего продаж и больше всего, соответственно, задолженности. Вот. Мы можем это контролировать в режиме онлайн. Может руководитель разделения открывать, смотреть задолженность, величину задолженности, да, и трясти, соответственно, менеджеров. Очень тоже удобно в режиме онлайн события. Те самые события, которые мы с вами сегодня усердно смотрели или пили, мы можем посмотреть, что на неделю у меня у администратора было всего 2 события. Вот. Допустим, а у Ирины, допустим, было бы 15 событий. Соответственно, какой вывод мы можем сделать, что Ирина, наверное, работает качественнее, чем администратор? Дальше посмотрим. Воронка продаж. Всеми любимая воронка продаж. Тоже типовый отчет, он тут присутствует. Давайте посмотрим. Опять же, вид воронки можем регулировать по продажам, только по лидам, только покупателям, только по заказам. Давайте вот по заказам посмотрим. Возможность контроля состояния, да, то есть выезд замерщика, количество завершен, выполнен. То есть в случае, если вдруг у нас выезд замерщика не был осуществлен, но была разработка дизайна, проценты будут расходиться. Просто для понимания. А то здесь, получается, заказ прошел все стадии возможные до завершения. Поэтому не так понятно, что это значит. Вот. А вот это вот заказы покупателей, которые сейчас находятся в разных состояниях, вы тоже видите, как раз то, о чем я говорила. В производстве 124, выполнено 121. Соответственно, не все заказы с производства перешли в заказ выполнен, в статус выполнен. Вот. Поэтому вот это корректная табличка. Тут, видимо, прошло все и все завершилось отлично. И вообще самый оптимистичный разворот событий получился. Так. Давайте посмотрим по лидам. Вот. Здесь красивше. У нас есть возможность контроля как раз-таки по источникам привлечения. То, про что я вначале говорила, да. Сайт, имейер, рекламная компания, выставка, нет группы. Это без классификации лиды, в которых не было ничего заполнено. Так вот делать не надо, если вы планируете вести контроль по источникам привлечения, да. Необходимо контролировать заполнение данного реквизита, чтобы не было пустых значений. Так. Сами лиды тоже в состоянии не обработан. В работе отправлены АКП. Что мы можем увидеть здесь? То, что скорее всего аналитиков, наверное, или там, не знаю, производственников не хватает для выполнения, для обработки всех поступающих обращений на швейну, да. И вот их висит очень-очень много, и надо бы скорее их сокращать. То есть это очень удобно в плане того, что вы можете подключиться в срочном порядке для решения каких-то вопросов, видя, что у нас недостаток менеджеров на предприятии. Так. Что еще интересного? Лиды по покупателям, по заказам. Все аналогично. В принципе, воронка продаж, вот она такая красивая, есть. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Динамика продаж по менеджерам по периодам открывать не буду, там абсолютно то же самое, просто по периодам. То есть в чем плюс CRM отчетов в том, что один отчет развернут в тысячи вариантов. То есть нет необходимости перелепливать из вот этого вот отчета отчет, допустим, по периодам, потому что в 1С он уже, в 1С он уже, в 1С он уже есть. Вот. Динамика продаж по менеджерам. Тут есть разбивка, соответственно, по заказу, но мы ее можем скрыть, развернуть вот до менеджера, допустим, да. Вот. Будет у нас вот такая картинка. Есть даже динамика, есть даже визуализация. Все в самом красивом виде для удачного контроля, успешного в режиме, оперативном режиме главное. задолженность покупателей по срокам. Это дебиторка, соответственно. Ну, это уже занимается другое подразделение, да, всей этой историей. Поэтому давайте мы это смотреть не будем. Это тоже, опять же, к вопросу про платежные календари. Это вот скорее в ту стезю. Контроль и заполнение контактной информации. Вот это полезная вещь. Это в случае, если вдруг ваши менеджеры заполняют информацию и недозаполняют информацию. То есть при создании контрагента из лида есть такой вариант, что, возможно, менеджер что-то забудет заполнить. И вот этот отчет, он позволяет контролировать заполнение контактной информации. То есть, как мы видим, да, вот, допустим, товарищ Кудрявцев, у него вообще контакт на лицо не заполнено. Что тоже очень нехорошо. То есть, есть возможность оперативно отреагировать на то, что в системе есть какие-то пробелы, да, и дать втык нашим менеджерам за то, что они некорректно заполняют информацию. Вот. В принципе, из того, что посмотреть здесь можно было, мы посмотрели, поэтому, если у вас есть какие-нибудь вопросики, то задавайте, а то мы немножечко даже задержались. Вот. Надеюсь, было интересно. И если вдруг по какому-то из подразделов у вас есть какие-то вопросы, можете оперативно обращаться на нашу врачу линию или на почту под айрлайн, под контактики. Вот. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Если хотите вебинар по ценообразованию УНФ, с удовольствием его вам проведем. Вот. Так что, если есть вопросы, жду. Если нет, то спасибо вам большое за внимание. И вам спасибо. Спасибо.